Встреча с этой открыткой, она, конечно, сразу подарила ощущение праздника, потому что и цветовая гамма, и все персонажи, сам герой, все выполнено с такой любовью, с такой живописностью, и эта красота, она рождает сразу ощущение праздника, причем праздник объединения, потому что, глядя на открытку, видно, как здесь все дружит, как здесь все объединено, словно в большом сердце синего кита. Новые персонажи появляются, и пингвиненок, и фламинго, которые до этого, может быть, мы и не встречали, но здесь они появляются как предвкушение, предчувствие каких-то новых, сказочных, удивительных встреч, и одновременно намекая нам, что на самом деле синяй кит плавает везде, от Антарктиды до жарких краев, встречает и пингвинов, встречает и фламинго, сразу обратилось внимание, что на открытке есть люди, есть люди, есть пароход, вот эти, причем состояние, скажем так, ко чем той добротой, которой лучатся глаза этих, вот изображенных здесь молодых людей, да, и ребенка, оно очень напоминает именно вот это состояние доброты синего кита. И вот это наличие людей, этот пароход вдали, все это действительно делает как бы сказку явью, делает сказку былью, словно бы, знаете, давая понять, как тонка эта грань между миром, между сказочным миром и миром реальным, как, ну что эти миры как бы стремятся навстречу друг друга, что ли, что эта сказка, она, в общем-то, в любой момент, благодаря вот открытке, благодаря песне, она может пролиться в наш реальный мир, менять его, наполнять его, радовать, вдохновлять. Вот, ну здесь, конечно, удивительно, вот по этой открытке, по этой картине хочется путешествовать и путешествовать, потому что столько деталей, вот, сама подзорная труба, как будто бы только-только вынырнул, вот, и подставил плечи скат, чтобы кит еще лучше рассмотрел тех, кому спешит навстречу. Но даже сама труба, она, знаете, она словно бы из воды сделана, какая-то удивительная у нее структура, как, не знаю, как отвердевшая вода, как будто она, знаете, вот раз и материализовалась из вод Сказочного моря. А эти удивительные облака, что на горизонте, они, я сначала даже подумал, что это горы, то есть такие удивительные, это Гималайи почти что, загадочные, манящие, таинственные. Вот все-все на этой картине объединяется добротой героя. Мир горный, мир водный, мир земной, мир сказочный, мир реальный. Мир сказочных чувств, мир человеческих чувств, потрясающий синтез такой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!